итак наше сегодняшнее интервью с музыкантами группы xylen всем привет совсем скоро состоится отборочный на фестиваль улетай где вы принимаете участие как проходит подготовка по праздничному будет праздничный вечер мы по праздничному готовимся прекрасно знаете команды которые с вами в один день будут выступать да похоже знаю только я на самом-то на самом-то деле у нас очень крутой отборочный день там прям хорошо подобрали сама организатор говорит что очень сложно будет выбирать ну в общем кому интересно зайдите посмотрите сейчас специально не буду название перечислять потому что мне за это не доплачивают за что доплачивают то я и говорю понятно что xylen пойдет в следующий этап а кому непонятно непонятно вообще не понятно тут на самом-то деле как раз тот когда непонятно ну представим ситуацию что вы везде прошли дошли до финала а кому вот например не стыдно было бы проиграть нам не стыдно проиграть никого вообще не сдадут никому не стыдно проиграть ну вообще я считаю что это но это не игра это просто очередное выступление как бы да я не я не отношусь это к соревнованиям каким-то да мы не относимся это не спорт какой-то это просто на него ставим в этом праздничном вечере у нас большие ставки именно на барабанчик он подготовил большое шоу с шапками саблями и арома коллаж будет у тебя вот с этого но самое главное если барабанчик будет трезвым и как бы не пойдем нет я вас к скажу так вот за мое большое скажем участие в музыкальной сфере вот никогда не приветствовала пьяных музыкантов на самом деле вот здесь исключение хочется чтобы именно роман вербицкий был пьян причем очень изрядно очень я желаю это ты исключение в моей как бы музыкальные деятельности первое исключение тогда надеемся что роман будет пить а вы выступите прекрасно да да надеемся приложим к этому все усилия да расскажите о создании песен это коллективная работа или всем занимается один человек да по-разному на самом-то деле но в основном сначала появляется музыка естественно вот тут основном дима делает дома основу да да они с ксюши из этого делают композицию ксюша начинает думать на этот текст а вы с романом на репетиции создаем аранжировку выпивая прекрасные напитки поэтому аранжировки получаются феерические у вас есть песни как на русском так и на английском языке ой простите не у нас там просто не наша песня там была песня кавер версия на беляге единственное исключение да они что там есть 2013 года что там не ну вот там как раз была такая это то что мы с сергеем у нас было не грамм и нет и который на концертах играем вот кстати мы наверное будем играть беля лишь да скорее всего ты же если ты помнишь просто репетицию и вроде бы отличил эту песню сыграли ты узнала про права там можно можно там на ее не узнаете там песня из кинофильма как называется кинофильм про джеймса бонда убили лишь песня была такая но она настолько мы сделали не узнаваемой что и никто никогда не узнает просто это кавер версия беля лишь но получилось там не то что беля лишь там пол нирвана какая-то получилась замес такой сейчас получается просто взял спалью как бы нет ну и раз упомянули 2013 год расскажите как вообще зародилась группа к селен ну в общем началось все с того что был такой человек стас майоров вот он писал электронную музыку сам электронную музыку ром покажись 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 нашему дорогому параллельно с этим у меня был мой старый знакомый музыкант из города кемерово который вдруг начал писать дабстеп ну ни с того ни с сего и в общем вот эти два человека предложили что-нибудь на оба трека спеть я собственно вот это спела и вот эти все записи которые ты грешил 2013 год вот это вот тот период параллельно с этим вот у димы с мишей был проектов был такой вот и ребята меня позвали туда тоже попеть такое было вот а но я забыл добавить что вот стас он делал электронные аранжировки на музыку дмитрия гусева и собственно потом вот стас на музыку дмитрия петровича дмитрия петрович ака гусева вот и собственно потом вот как-то мы втроем уже собрались да да вот как-то так все и было ну и и рома собственно собрались и разошлись потом опять как-то собрались разошлись да в общем это все долго происходило очень странно ну и уже основательно мы собрались в каком получается 2019 двадцатом нежне читал в общем за год до первого выступления вот шарда вам как раз мы собрались и начали тут программу получается вот такой вот такой вот рассказ это было грандиозно чудо 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 оно свершилось они собрались ну и несколько провокационный вопрос дмитриям выиграли в таких группах как укроникс и бригадный подряд зачем связывайтесь с новыми начинающими исполнителями не хочется ли чего-то большего это и так больше грандиозная замашка выписали иностранную артистку научили говорить по-русски барабанщика барабанщика вывели говорить рома где-то там проживал джунглях латвий хотя подарил учить три каренди должен был в исландии у тебя версия такая-то в исландии как у нас грандиозные замашки выписали иностранных вот музыкантов интернациональный проект через год олимпийский олимпийские медали хотя бы тур по казахстану для начала хорошая цель и странам этой зимба будут такие симпатичные республики нам хотим туда тоже съездить познакомиться с местной цивилизации так сказать не подсказывай не перебивай профессора но еще скажите дмитрий еще раз упомянули тур в сентябре был концерт в москве было круто но крайне мало народу решитесь еще в ближайшее время куда-то выбраться или пока будете питером ограничиваться вы над этим вопросом нас прямо на повал мы старались я думаю что вообще надо вписываться везде в смысле какая разница ну понятно что если ты никому не известный артист у тебя вы зрители не появятся вот завтра ну если конечно не нанять хорошего таргетолога и вкус кучу бабок в это вбухать ну естественно надо вписываться вообще во все фесты в концерты я думаю так главное главное в этом процесс а не то что какое-то соревнование там насколько народу и так далее просто процесс да это нравится просто это делаешь да мы же это делаем не потому что типа не ну поэтому конечно тоже хочется чтобы твою музыку услышали но в первую очередь мне кажется мы сами кайфуем а не обидно что многие зрители приходят ради имен музыкантов которые с тобой играют да вряд ли на самом деле вряд ли я не думаю что прямо на приходят на какие-то имена просто люди приходят все равно и на песни на самом деле материал какие-то мне кажется ну да они приходят на имена музыкантов это неважно пусть приходят но главное уходит ли они с ощущением того что их вперла или не уходит вот это меня больше интересует насколько знаю у вас нет клипов есть есть но давай не будем об этом по крайней мере в видеозаписях сообщества как таковых клипов нет планируете ли что-то сделать или пока не рассматриваете это я думаю что можно я скажу думаю что сначала нужно найти песню на которой будет снят клип так как у нас еще песни в процессе записи скорее всего мы займемся записью песен для начала до аудио потом уже будем думать над видео я думаю так если у вас песня которая по вашему мнению стопроцентный хит визитная карточка группы или пока такое еще не написано каждой новой песни когда тебе кажется что она типа крутая хита на самом деле проходит время понимаешь что это не так время покажу правильно процессе ты живешь каждый раз придумаешь что-то новое как бы тебе это нравится дмитрий аганян также играет на виолончели бывает если в группе песни с участием этого инструмента или быть может планируются но в процессе кстати в проекте да у нас в проекте сейчас есть вот сейчас мы сделаем небольшой мы уже сделали кстати ксюши песню 1 закусить всегда то что касалось на и сейчас будет 2 песня акустическая вот потом третья песня уже надеюсь будет там уже будет полная палитра да такая оркестровочка я думаю будет ну такое такое ответвление будет от нашего основного это будет интересно мне кажется должно быть интересно потому что у димы есть потенциал и раз уж затронули тему можете рассказать как вообще пришли к музыке я как бы так случайный пассажир я как обычно там все подростки с 15 лет блюзы всякие там импровизации как бы вот как-то так пошло у меня тоже родители музыканты я не могла поделать потом так вышло в знакомство с король и шут непосредственно и оттуда все пошло как бы там все дела там и лёша и миши то есть мы с ними там что-то был интерес какой-то он с лёшей мы там дальше пошли в определенную группу и ну и были разные там интересные истории там уже старые как это все началось но у меня началось все лет с 15 со всяких импровизации если они не ошибаюсь со всяких импровизаций типа в стиле бульс бульс там типа импровизировал что-то на каких-то кривых гитарах с кривыми руками до сих пор до сих пор импровизируем можно сказать философ музыкальный философ философ и философ один раз попьешь и все и начинается у меня вот тоже скурение уже перекуриться вы что-нибудь расскажете что-нибудь ну теперь вы что-нибудь расскажете как вы да стали блогером как докатились до этой жизни а теперь ты что-нибудь расскажи по себе наконец-то родился такой микрофон берем почему майки почему пришел на наш праздничный вечер в майке они пиджачки с галстук побрился причесался в тапочках я рук на ручке я буду до пола торчать что мы все поддерживают чтобы гореть потом чтобы когда хоронили все бухали неделю просто неделю было давным давным-давно эмари куда-то исчезли все эти лошкари в общем возрождаем в общем культуру смерти рок-н-ролл и все эти все на суицид и затрагивает тему акустики вообще акустические концерты сейчас стали а-ля модными что ли а почему сейчас они не то что модными они как бы всегда котировать потому что там мы слышны слова там слышны партии как бы просто мы делаем объясню почему акустику взялись смотрите процесс мы все как бы люди заняты да то есть нам собраться сложно даже сейчас чтобы записать песню нужно очень много потратить времени собраться туда-сюда акустику сделать гораздо легче в этом плане то что мы вдвоем можем и один могу с димой что-то сделать какую-то вообще там нарисовать оркестровку до большой и сделать это все это гораздо снять под это видео там легче все это легче гораздо записать это все можно дома и подсвести можно дома да в отличие от нормальной песни где там по полной барабаны и гитары звучат поэтому и за его по и поэтому только вот я сейчас попытаюсь сделать какие-то акустические вещи они потому что там чего-то там такая задумка была просто так получается что движухи никакой у нас нету потому что записаться нам очень сложно песни мы можем записывать записывать 5 лет можем 10 лет записывать я уже понял а записать акустику можно хоть завтра взять просто гитару что-то наиграть или что-то записать вот в этом только исключительно за этих целей за меркантильных таких вот коммерция а уступать в такую программу будете вообще пока не ясно это импровизация опять же это все просто так хопа песня вышла сейчас и я что-то такой раз давай делать давай делать потом говоришь давай делать нет не буду делать или я буду делать сейчас проще оказывается чем опять обратимся кроме сейчас мы его заставляем записывать барабаны чтобы нам скинул барабана чтобы какие-то песни начать делать уже какой-то альбом акустику сделать просто это у нас процесс как выясняется все равно буксует даже заставляет вставляем до пистолет без патронов оказался по ночам две ночи они записаны на тебя все равно дожмем вопрос ксении у тебя на странице указано что ты звукорежиссер каково вообще играть в клубах со стойными звукачами и руководишь ли сама процесса на своих концертов ну вообще это очень печально я еще когда занималась вокалом да ну с педагогом как бы ходила на занятия и там в общем нужно было участвовать во всяких конкурсах и это было всегда ужасно то есть ты приходишь видишь просто ну какое-то наплевательское отношение там местного человека который сидит за пультом но не всегда такое было но когда такое было это это просто ужас и я вот стою как бы там допустим на сцене и вместо того чтобы что-то делать с артистической точки зрения стоит думаю господи ну за что мне это я же сама как бы ну вот всю жизнь как бы занимаясь звукорежиссурой и а потом еще после этого думаешь а может где-то накосячил может я кому-то типа звук хреновый нас настраивала и вот эта карма так в общем да весело но вообще мы стараемся чтобы у нас всегда был свой проверенный звукорежиссер дим на подправить всегда чтобы был свой звукорежиссер который ходит на репетиции разбирается в общем хотя бы чтобы ходил на репетиции давно чтобы чтобы человек был в материале потому что бывает так что местные звукорежа они хорошие да то есть последний раз вот мы в цоколе играли там прикольный был звукорежиссер но просто то что он не знает твой материал уже как бы минус потому что это важно в прошлом году вы участвовали в революшне как вообще относитесь к таким конкурсным фесту не интереснее ли принимать участие в фестивалях где нет соревнований а просто выступают различные команды но согласен лучше на самом деле там где скажу так мне лично интересно выступать там где просто люди приходят разношерстная публика абсолютно неважно какой стиль мне это было интересно раньше объясним даже когда играли еще и варенок укрениксов то что мы выступали в разных местах поначалу мы ездили чуть ли не в ресторанах выступаешь и мне интересная публика люди приходят некоторые тот стоит там 100 человек поклонников или люди сидят с тарелками едят что-то ресторан просто выступать кукриниксы там песня по раскрашенной душе ли что-то еще там ребята можно потише но правда потише мы и разговаривать выключить их вы там а поклонники стоят тому как бы мы выступаем или что-то не беда там какая-то песня ребята ну хватит а кто-то наоборот там и вот прикол в чем что пока понятно поклонники знают твою музыку они приходят на твой а мне мне нравилось то что выступаю выступая в этой ресторанной музыки то что когда люди совершенно незнакомые вот незнакомые люди он просто проникается и тут же первые слышат группы начинают вставать хлопать вот это вот вот это это просто неповторимая история ни с чем на самом деле вот это мне всегда подкупала то что люди вот именно на концерте начинает их раскачивать и они просто в процессе начинает это прикольно кстати на революции тоже было так вот это подкупала мне всегда на самом деле они то что там вот да хорошо когда у тебя все подготовлен там много народа все знают материал все начинают орать песни это одно когда человек совершенно там пять человек сидит из этих пяти человек два начинают хлопать это просто зажигает энергетикой вообще повторим даже два-три человека когда начинаешь завозиться от этого сам да по поводу революция хотел добавить что там тоже были моменты например когда мы играли когда это было 1 2 по моему финала ну то есть я всех своих там вот людей которые пришли на нас я и в принципе как бы видела до нашего выступления потому что там же как бы много группы кто пришел я как бы грубо говоря знала на самый прикол был в том что мы начали играть какую-то песню помощь и резада что ли я просто вижу стою на сцене вижу как чуваки заднего ряда подлетают короче и начинает меситься возле сцены это было вообще круто то есть ну и при этом я этих людей вообще как бы не знаю и вот таких случаев как бы на революции не было очень много ну что именно люди какие-то левые просто стоят для человек не знает материал да да и слушал раньше группу да вот это просто чуть чувака там начнет раскачивать он такой начинает меситься это очень круто прикольно у нас то по идее не получается что внятого материал это нигде пространство мы сейчас записали 1 песня получается у нас пока практически одна песня да нормально записаны на студии больше никакой информации все остальные информации про концерта да у нас три концерта есть выложенных более-менее мы подсвели конечно информации никакой ну как бы мы сейчас будем пытаться что-то записывать и вот мы записали акустическую одна песня можно сказать я старую запишем и вот да у нас проблема в том что информации никакой про группу в этом интрига на что-то рассчитывать очень в этом есть плюс я считаю потому что импровизация ну не импровизация просто как бы зато ты видишь как работает но это живо достаточно песни на практике ну да говоря и уже потом можно кстати выбрать таким образом что записывать ну да сейчас же все в соцсетях и если информация группе нет нету песен то и была вероятность того что музыканты узнают и услышат соцсетях сейчас не то что там просто битвы идет там люди даже там не важно что они играют как они играют там дело в том что там есть определенная там менеджеры определенные сидят но люди которые знают как заниматься рекламой да то и они да действительно успешно там продвигаются там целые там конкуренция огромный мне кажется в интернете сейчас групп музыкантов очень просто но немерено на самом деле это что на западе у нас их уже немерено там каждый второй третий уже музыкант каждый день группы каждый день что-то выходит и из этих кучи музыкантов там какая-то часть еще занимается очень круто именно там рекламой да там то есть это то есть большая мама масса народа что называется слышит это вообще клипы крутые снимает что-то клипы постоянно как космос космический продакшен жизни стоит люди занимаются этим поэтому сейчас что-то как-то куда-то рассчитывать на что-то там это конечно очень сложно но мы мы это делаем все равно как бы нам это самим нравится просто то есть я это вообще не не рассчитывал надо мне как-то случайно все получилось заниматься музыкой дальше вообще потому что как-то мне это все вот ну тут уже вот так вот а то как-то получилось вот и вторая волна пришла что-ли второе дыхание новая волна то что не для чего-то как для кого-то то что просто тебе хочется это делать а ведь так основном и бывает когда смогу про этот материала то и другим заходит например я помню ситуацию когда там еще даже книг начинали меня там людям знакомым с вами там вот послушайте песня какая-то там ну типа это не беда как круто смотри какая песня хорошая все-таки слушать да да это какой-то королевшу там вообще сейчас же наоборот там гукуликса там что тебе уже как-то это все но настолько это все переиграна переслушана что уже не хочется это все слушать конечно хочется что-то нового ну вот а людям наоборот вот поклонникам всем моим друзьям там да кто там раньше не доходил и не догонял все как один в книг сетана то есть это то что я сейчас делаю наоборот никому особо вот но я говорю про своих ровесников да там стартеров всех короче все они такие действительно все как один никому то есть черно нормально на самом деле просто изменился вкус как-то но мой лично да там скажем ну и все второе дыхание открылось она повернулась таким способом в такую музыку да там просто старый играть уже совсем не хочется да и не получится уже никак то есть старый материал писать уже не пойдет специально тоже зачем смысл у вас в сообществе указано что не придерживайтесь какого-то конкретного жанра да и в принципе многие группы начинающие да не только ищут себя пробую разные направления но вот если бы сказали выбрать что-то одно что вы предпочли на нету жанра на самом деле отличная тема потому что смотрите раньше была история особенно то есть раньше это сто процентов ты выходишь в каком-то своем стиле металл играешь металл у нас сейчас практически тоже да мы там вышли нас записали типа в металлиста потому что у нас ну типа там музыка такая жесткая типа аля да у нас будет две-три новых песни они будут абсолютно мне нравится вот как будто группа какие-нибудь там на вскидку девятнадцать семьдесят пять американская группа очень известная который собирает стадионы в америке там везде ездит да там у нас его вообще никто не знает то есть у кого спрашиваешь первую такая группа типа этого как его какая была группа такая была не важно короче там они играют такой типа фанк фьюжн с элементами такого то есть какого-то рока то они играют я просто смотрю концерт они вот играют в ходе четыре человека играет рок-музыку без подкладов потом остаются два человека играет акустику уходит два переходит группа подпевки играть какую-то третью с подпевками какую-то попсу вообще галимую да потом что-то они у них такой круга и все это потом танцевал и все это мне просто не оторваться потому что все это классно это просто это круто но для меня это просто круто это уровень на причем там все на уровне идет все классно то есть там от десяти человек на сцене до двух да и все это как-то интересно с элементами какой-то и все это музыканта там не то что шоу а я там пляшу я вам сейчас пляшу я на гармошке могу похлопать там реально музыканты просто музыканты колбасится там именно играть музыку они шоу показывают там огромный стадион тоже ну это просто впечатляет то есть каждая песня какая-то вот две-три песни и какая-то новая до истории происходит а в целом складывается впечатление все равно одной группы дает просто программа интересная она очень разнообразная не оторваться вот но я вот за такую же концепцию потому что у нас сейчас да пока что у нас сейчас все бедно в одном стиле и нас идет тип олях metal такой да идет я хочу это все разнообразить чтобы это было действительно все вот в разных немножко стилях но это все равно будет исполнение то одно и как бы да то есть мы направились мелодическое тоже одна концепция одна будет просто разная вот мне нравится вот это смена стиль и разной стиль это конечно прикольная тема я вот за такую штуку Потому что пока что На нашей В нашей музыке Я такого особо не вижу Достаточно все банально Вот ты вышел в одном стиле шансон Вот в рок стиле Вот в поп стиле Он и придерживается этого А то чтобы как-то Поменять, побросать гитары А тут вот так Такого нет Причем В какой-то степени Всю историю сдвинуть Просто удивить Удивить, вот это интересно Я согласна Ну я все-таки больше Мне нравится такая рок-музыка Нет, рок-музыка, да Я говорю, что разбавлять Как мы сейчас, допустим, две песни новые сделаем Я надеюсь Я сейчас с тобой не спорю, я добавляю Я с тобой очень не спорю О, ребята, пришли Просто Я, например, люблю электронную музыку И вот Рок-музыку я тоже люблю Поэтому я бы хотела это все как-то Совместить Какую-то одну штуку Спасибо большое за перкуссию Спецэффекты подошли А вот и наши спецэффекты пришли В Москве на репортаже Который когда-нибудь у нас обязательно выйдет Вы пошутили, что с Радиком С Шардом что-то запишите Так что ждайте песню Ну и вообще Как относитесь к фитам? Слушай, я пока не знаю Да, на самом деле Нет, если Вообще тут не то, что Как мы открыли Если песня интересная Если материал какой-то такой Скажут Допустим, я кроме подойду Он скажет Ну прикольно Я скажу Рому Давай, да Прикольно Он мне недавно какой-то Драм-н-бэйс Поставил год назад Правда Я так о нем и забыл Говорю Дима, давай сделаем Такое Я говорю Давай Начни только А он так и не начал Вот Не развил А так вообще Идея хорошая Но как бы Если это что-то интересное Если я ему что-то сдам Он скажет Да ну И на этом все и кончится Как бы А если там Что-то интересное всегда И фиты К этому тоже относятся Да Если какой-то человек Предложит Там что-то интересное Сделать Почему нет Почему нет Ну да В общем-то Ну так чтобы вот Главное Я сама Думала Что с кем-то Вот прям записать фит У меня такого нет Ну то есть Даже не представляю себе В уме С кем можно спеть Тут же еще надо Чтобы Типа там Как-то голоса сочетались И вот это все Ну да Но если у кого-то Как бы будут там Какие-то предложения Мы Рассмотреть Всегда можно Мы всегда рады Да Мы Любим Общаться Насколько это Ну как Целесообразно И прикольно Будет всем От этой истории Да Просто если это Кайфовая тема Почему нет Это так же Как поиграть Что-то Поимпровизировать Да Ну да Типа того Джим Сейшн Такое Я всегда за Джим Сейшн Я всегда за Джим Сейшн Джим Сейшн Моя слово Да Супом Такое Ну и традиционный вопрос Как часто Голуби берут У вас интервью Он меня понял Шутки про птиц Зашли в чат Ну С тобой мы уже Общались Да Ну получается Второй раз А ты? А я все сказал Они не прообщались Нет Свой язык Все вопросы Он мне транслирует в голову Я их извиню И в завершении Пожелание всем Кто будет смотреть Наше интервью И приглашение На концерт Да Приходите на наш Праздничный концерт Да 24 февраля Я могу сказать Что там действительно На мой взгляд Я посмотрел Даже не мы Там кто-то Про нас я не буду Ничего говорить Но там будут Действительно интересные Какие-то команды Которые бы я сам Хотел послушать Да мы же будем Не какой-то Не какой-то там Вот именно Что я бы не позвал На какой-то там Фестиваль Там какой-то там Наша Какой-то Наши радио Там Или какой-то еще Давай без имена Я вот этого всего Вот насмотрелся Не хочется даже На такие мероприятия звать А вот на такое Где группа No Name Да Вот никто Никого не знает Как бы И там действительно Какие-то группы есть Молодые особенно Мне нравятся группы Всегда С какими-то Там Я бы сам послушал Кстати говоря Вот Да Я люблю нестандартный В общем 24 февраля Клуб сердца Мне кажется Там будет Начало Интересно На сколько В 19-18 Приходите Всех ждем Приходите на праздничные концерты Все непременно Спасибо большое За интервью Пис Приходите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому